Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию по вашей просьбе очередную нимфу, которая в основном будет предназначена для поимки белой рыбы. Это такой как лещ, платва, красноперка, карась. Крючок я взял Камасан серия 400, номер я взял 16. Огрузил 2,5 диаметром латунной бусинкой. И, как вы видите, я еще не ставил на клей, немножечко огрузил свинцом. Если нет такого свинца в диаметре, можно использовать проволоку медную. То есть подберете под себя сами. Немножечко промажем цевьё и задвинем наш свинец так, чтобы у нас оставалось порядка 1-2 мм для крепления нашего перышка. Вот так. Нежелательно задвигать, так как у нас появится потом своеобразная жабо, которая нехорошо смотрится на нимфе. Нимфа должна быть прогонистой, но и в то же время иметь хорошее тело. Попробуем ее изготовить с использованием тех материалов, которые у нас имеются. Я беру нить, которую я вот распускал, синель малинового цвета. Красную, малиновую, то есть любой оттенок, который будет у нас достаточно ярко выделяться на месте крепления хвостика. Закрепили и теперь подводим нашу нить к месту крепления предполагаемого хвостика до начала загиба. Этого будет достаточно. В качестве хвостика желательно использовать материалы яркие, но и в то же время не сильно вызывающие. Вот у меня имеется по остаткам вот такое перышко флуоресцентное. Это перо из петушка, который предназначен для изготовления стримеров. Поэтому я выбираю кусочек там, где у меня достаточно мягкое перо. Можно даже взять кусочек пуховой части. Хвостик должен равняться длине нашего тела. Или, ну, несколько быть короче, но не длиннее. Подхватим и посмотрим парочкой виточков, посмотрим величину нашего хвостика. Вполне достаточно меня устраивает. Сразу удаляем, чтобы не было скомканности материала, остатки пера. Для улучшения привлекательности я буду использовать, ну, все тот же дождик, который я вам уже показывал. Имеется вот наподобие такой материал. Или же, я сейчас вам покажу, есть вот такой материал разных оттенков. Если нет, возьмите обыкновенную проволоку, подходящую по диаметру. Это будет у нас только лишь как привлекающий элемент. И теперь уже окончательно подхватим здесь. Еще раз посмотрим. Нас все вполне устраивает. Слегка приподнимем наш хвостик. И, как обычно, я уже неоднократно вам показывал, через ноготочек приподнимем его на цивиле. Теперь нам с вами понадобится очень-очень аккуратненько, удерживая наш хвостик, чтобы он никуда не убежал, подровнять, разровнять нашу нить. И вот в этом месте изготовить вот такую красненькую точку для прицеливания. Оставляем. Такого типа мы уже с вами изготавливали неоднократно, поэтому здесь ничего сложного нет. Я взял кусочек павлиниевого пера с глазковой части. И тело мы будем изготавливать с использованием этого пера. Если у вас по каким-либо причинам имеется вот такой материал, который я показывал уже неоднократно, жаль, блестит, невозможно увидеть, но это обыкновенная резиночка, которая используется для рукоделия. Значит, величину этого нашей точки прицеливания красной выберите для себя приблизительно сами. Это не столь принципиально. Главное, чтобы выдерживалась пропорция нашей нимфочки. Подхватили. И теперь аккуратненько стараемся виточек к виточку подровнять все элементы, которые находятся у нас на теле. Выровняем все вот эти ступенечки, которые у нас образовались, между свинцом и материалом. Так как чем ровнее будет тело, тем это для нас будет лучше. И возвращаем нить в район, где мы будем формировать с вами грудку. И как обычно, я уже неоднократно это мы с вами изготавливали. Промажем немножечко клеем и изготовим тело. Вот, друзья мои, мы с вами изготовили вот такое тело. Я поменял нить. Буквально капельку лака нанес на нашу красненькую точку. Она у нас уже подсохла. И теперь, как обычно, нам понадобится с вами перо павлина. Я уже рассказывал о том, что само перо павлина, пожалуйста, замените, если у вас имеется даббинг. Буквально парочку бородок. Выберите по своему перу. Это не обязательно, чтобы была пара, 2, 3. Но грудка должна быть достаточно пышная. И хорошо у нас должна выделяться на нашем теле. Подхватили, закрепили, стараемся не сильно здесь комкать. И есть несколько вариантов для того, чтобы дальше изготавливать нашу нимфу. Можно промотать, потом закрепить перо, а потом уже выполнять опушку. Я скажу сразу. Вот мне немножко повезло. У меня имеются вот такие перышки флюоресцентные. Это курочка Себрайт. Я подготовлю одно перышко. Закрепим его сейчас с вами в месте, там, где мы будем выполнять опушечку. И сразу я его закреплю. То есть мне так будет легче контролировать перо, которое у меня уже будет закреплено на цевье. Прямо вставляю в отверстие, которое у нас осталось для крепления нашего шарика. Вот так немножечко его переламываю и проматываю с другой стороны. Наша перышко сразу становится вот в то положение, которое нам необходимо для изготовления. И в обмотке, выполнение грудки нам не будет мешать. Учитывая то, что крючочек мелкий, я это выполню. Потом мы уже посмотрим с вами готовый вариант. Я думаю, все здесь понятно. Выполнить необходимо обмоточку, грудку нашим пером павлина и опушку. Буквально пару оборотов для того, чтобы создать жабо. Вот и все, друзья мои. Как вы видите, достаточно быстро, если меньше разговаривать, изготовить нашу вот такую нимфу. Нимфа, скажу сразу, она универсальная. На такого типа нимфы в таком исполнении были поимки карася. Поэтому я могу вам с полной ответственностью заявлять, что эта нимфа предназначена не только для конкретно какой-то определенной рыбы. Она работает в широком спектре. Поэтому пробуйте немножко с расцветками и с габаритами. Значит, шарик в белом исполнении больше предпочтительнее для карася. Поэтому выберите для себя сами. И, как вы видите, у нас за счет того, что вы задавали вопрос, мы оставили вот здесь место, возле головки. Выполнили завершающий узел, нанесли немножечко лака на место крепления. И у нас нет вот этого нагромождения материалов. Благодарю вас за внимание, друзья. До скорых встреч. Продолжение следует...